Добрый день! Приветствую вас на своем канале. Скажите, пожалуйста, что вам приходит на ум, когда говорят фразу «современный шикарный круизный лайнер»? Не знаю, как вам, а мне до недавнего времени приходили в голову либо старые фотографии Титаника, ну или кадры из одноименного фильма. Так каким сейчас является современный шикарный круизный лайнер? Сейчас попытаюсь рассказать. Круизный лайнер MSC Seaside – это 20-палубная громадина, созданная для круглогодичных морских путешествий по акваториям Карибского моря. Во-первых, на этом лайнере имеются просто великолепные бассейны. На 16-й палубе находится длинный узкий бассейн Miami Beach, окруженный шикарными шезлонгами, которые создают впечатление гламурного пляжа, хоть и без песка. Девятью палубами ниже расположился бассейн меньших размеров – South Beach. Недалеко от него просторный зал, где можно выпить коктейль, послушать музыку и потанцевать. Еще одной отличительной особенностью можно назвать панорамные стеклянные лифты. Два панорамных стеклянных лифта поднимут вас до 16-й палубы, где находится стеклянный переход длиной почти 30 метров, названный мостом вздохов. Вид на океан отсюда просто восхитительный. Ну и какой же отдых без аквапарка и ночных клубов? Изюминкой развлечений на лайнере является один из самых больших и интерактивных аквапарков в открытом море. Несмотря на то, что в аквапарке всего 4 спуска, там есть чем восхищаться. Когда летишь вниз по 160-метровой прозрачной трубе и выпрыгиваешь из нее посреди джунглей, где тебя ждут всевозможные приключения, то... Не может не понравиться серфинг на доске, оборудованной электрической консолью. На ней серферы погружаются в бездну, где яркие огни пульсируют в ритме электронной музыки. Если бы не брызги в лицо, можно было бы подумать, что это не катание на доске, а гуляние в ночном клубе. В аквапарке, как и повсюду на лайнере, вместо традиционных карт-ключей используют браслеты, которые позволяют пассажирам открывать свою каюту, забронировать столик в ресторане, испа-процедуры, совершать платежи и следить за детьми на борту по геопоиску. А главное, избавляют их от необходимости стоять в очередях. Рядом с аквапарком находится еще один бассейн в окружении тропических джунглей. Если не обращать внимания на визжащих от восторга детей, то здесь успокаиваешься, удобно расположившись в шезлонге среди папоротников, пальм и бамбуковых деревьев. К вашим услугам бар с богатым выбором коктейлей и горячей ванны. Когда идет дождь, над бассейном и джунглями смыкается большая стеклянная крыша, и вы продолжаете отдыхать в оранжерее с экзотическими растениями и бассейном. С 19-й палубы на 16-ю вы можете спуститься по 105-метровой канатной дороге. Во время спуска можно полюбоваться вертолетной площадкой внизу, ну и помахать ручкой всем загорающим возле бассейна Майами Бич. На борту есть даже своя Формула-1. Ну, или почти. На борту лайнера есть симулятор F1. Вы садитесь в точную копию известного гоночного автомобиля, пристегиваетесь ремнем безопасности и проходите заданную трассу на видеомониторе. Во время прохождения вы забываете, что вы за рулем симулятора. До такой степени все достоверно. Конечно, не вписаться в поворот здесь не заканчивается трагедией, и худшее, что может произойти, это насмешки друзей по поводу вашего ужасного вождения. Ну и, конечно, там есть где перекусить, выпить и просто хорошо провести время. На борту лайнера вы найдете бары и рестораны на любой вкус, которые поражают широким ассортиментом блюд и напитков. Здесь есть ресторан азиатской кухни, созданный в сотрудничестве с шеф-поваром Роем Ямагучи. Ресторан, в меню которого входят лишь морепродукты, и местной ресторан, стейк-хаус. Цены приятно обрадуют. Обед в любом из ресторанов обойдется примерно в 39 долларов. Обрамляет лайнер великолепный панорамный променад, длиной 323 метра. Он предназначен для неспешных прогулок по свежему воздуху. Вы проходите мимо баров, ресторанов, магазинов и шезлонгов. Самое впечатляющее во время прогулки – это Skywalk – прозрачный стеклянный пол вдоль борта, сквозь который вы можете видеть океан прямо внизу, под собой. Также на борту этого центра отдыха есть так называемый XD кинотеатр. Пристегнитесь ремнем к креслу, возьмите в руки пистолет и отправляйтесь на увеселительную миссию по спасению мира от ужасных зомби. Жуткие твари съедят вас и не подавятся, если вы не успеете вовремя нажать на курок. Не хотите зомби? Есть еще три других сценария развития событий. Немного о каютах. Каюты расположены в двух башнях пассажирских жилых надстроек – на носу и на корме. Ну или, как говорят моряки, на юте и на корме. Они просторные, с огромными окнами от пола до потолка. Цена за проживание во время семидневного круиза по Карибскому морю стартует с 449 долларов. Цена кают с выходом на балкон – около 900 долларов. На корабле появятся большие семейные каюты с возможностью размещения до 10 человек. MSC Seaside станет первым в мире круизным лайнером, оснащенным технологией слайдбординг, которая совмещает спуск по водной горке с интерактивной игрой, представляя собой новый век среди технологий, используемых аквапарками. Аквапарк будет соединен с тропой приключений. В этом веревочном парке можно будет лазать по высоким башням, веревочным мостам, горам, лабиринтам и при этом любоваться водой с высоты птичьего полета. Дизайн, еда, водные горки, аттракционы и многое другое на лайнере говорит о том, что на нем стоит отправиться в круиз и насладиться близостью к солнцу и океану. Конечно, если у вас достаточно средств для этого. Вот такие кораблики начали строить в США. К сожалению, в России даже прогулочная лодка для реки с мотором для многих остается практически несбыточной мечтой. Все-таки рановато нам с Америкой бодаться. Лучше бы средства и энергию направить на развитие производства в родной России. А то или продаем ресурсы, или работаем на производствах, построенных во времена расцвета СССР. А дальше что? Дальше что? Непонятно. Подписывайтесь на мой канал. Здесь никто не врет и ни перед кем не заискивает. Не скупитесь на лайки и комментарии. До свидания. Мир вашему дому. До встречи.